Чтобы начать, вы уже, наверное, знаете, что тема сегодняшнего вебинара называется «Четыре века гитара в России. Продолжение». Просто прежде чем начать, я бы хотел узнать, вы можете написать мне в нашей группе, кто слушал предыдущий вебинар, чтобы я знал, насколько глубоко погружаться или, может быть, наоборот, не погружаться в тему того первого вебинара «Просто четыре века гитара в России». Может, мне, допустим, прям или там «я была», «я была». То есть меня интересует, кто был. Кто ничего не пишет, тот, значит, не был. Я буду знать. Вот Кристину Перфилову вижу, слушали. Понятно, Кристину, спасибо. Ирина Землячка тоже слушала, молодец, спасибо, Ирина. Так, Наталья, кто не был, может не писать, я так догадаюсь. Очень рад вас видеть, Наталья. Ну вот, Наталья Гулина была у нас на прошлом вебинаре. Просто, чтобы узнать. Наталья, можете просто написать, слушали, не были. Светлана Магнитская, рад тебя видеть, Света, здесь. Тоже, Света, напиши, пожалуйста, была на вебинаре предыдущем или не была, чтобы я просто знал. Так, Оксана понял, я знал, что вы там. Так, вот, Мария, да. Приятно, приятно. Ну, в принципе, в принципе, понятно. Так понимаю, если в математическом выражении, то это, наверное, процентов 20, наверное, были. Наверное, процентов не были, да. Ага. Ага. Да-да-да, Анна Нелюбова смотрела видеозапись. Понятно. Понятно. Так, Максим Трунов тоже смотрел видеозапись. Но это благодаря Денису Тюрину видеозапись появилась и как бы люди могли посмотреть. Ну, хорошо. Дорогие друзья, понятно все. Давайте все-таки так немножко... Раз у нас, как в фильме, мы снимаем продолжение, да, или то, что называется у нас на иностранном языке сиквел, мы снимаем, да, то есть, ну, так скажем, вторую серию. Давайте все-таки немножко освежим краткое содержание предыдущих серий. У меня вот эта вот фраза в памяти осталась советского времени, когда показывали там 13, сколько там мгновений весны-то у нас было, и там какие-то другие сериалы, там Вечный Зов, по-моему, там еще кто-то там. Обычно начиналась вторая серия, там третья серия начиналась с краткого содержания предыдущей серии. Вот мне это, как говорится, очень так нравится. И давайте так все-таки мы освежим в памяти вот именно о чем же был наш первый вебинар. Буквально прямо вот быстро, быстро. Итак, в предыдущем вебинаре я все-таки с помощью Олега Тимофеева, большого специалиста в области семиструнной гитары, который является профессором в Американском университете в штате Айова, выяснил, что все-таки история, история гитары начинается не с семиструнной гитары, как принято считаться, то есть история гитары в России, я имею в виду. Почему-то даже семиструнники считали, что все начинается с сихры там или с гельда. Нет, на самом деле не так. То есть и документальные подтверждения тому есть. То есть история, по крайней мере, задокументированная история гитары в России начинается именно с пятиструнной гитары. Ну, пятиструнная гитара это достаточно такой простой вариантик. Это классическая гитара с нашим классическим гитарным строем, у которой просто убрали шестую струну. Первые упоминания о преподавателях на игры на этой гитаре относятся еще к временам Екатерину II. Есть сведения, что вот придворный композитор Джузеппе Сарти и Карло Канобио учили именно на этой гитаре, на пятиструнной, сразу трех дочерей Павла I, который, к сожалению, недолго правил и так трагически от нас ушел. Само настоящее, что ли, так скажем, развитие этой гитары в России начинается с двух эмигрантов французов. Как вы знаете, что во Франции в XVIII веке произошла Великая французская революция и очень много эмигрантов оттуда, чтобы не попасть на гильотину или там не быть повешенными или не посаженными в перьмо, они расстроились по всему миру. И вот в Петербург приехали сразу двое. Это был Жан-Батист Генглес и Милли Антонан Франсуа. Они в Москве в 1796 году, независимо друг от друга, стали первыми издателями гитарных журналов России. То есть Генглес издавал на протяжении трех лет журнал итальянских французских арий с аккомпанементом гитары. Милли продержался всего год. Журнал «Ариетик» и аккомпанементом гитары. То есть это каждый такой небольшой журнальчик содержал примерно несколько страниц, включая там два-три вокальных произведения с аккомпанементом гитары. Иногда даже пьесу для гитары соло или для даже дуэтов. И эти именно оба журнала были предназначены именно для пятиструнной гитары. То есть в России гитара началась именно не с семиструнной, а именно с пятиструнной гитары. Это очень важно. Спасибо, буду не торопиться. Значит, давайте я попробую сейчас как раз и проверить, как у нас там все это цепляется. Просто послушаем полонезик такой небольшой Жан-Батиста Генглеза. Не факт, что это автор он. Может быть, скорее всего, это переложение какого-то другого композитора. Но в то время к авторскому праву относились достаточно, так скажем, свободно. Поэтому очень много в нотах тех времен особенно, очень много авторы или не указаны, или указаны не те, или указаны себя. Сам издатель указывает. Да, Денис пишет, что слушайте. Послушайте пока небольшой полонезик Жан-Батиста Генглеза. Это именно родоначальные гитары в России. Пятиструнные. То есть все началось именно с пятиструнной гитары. Запомните, друзья. И было это именно в 1796 году. То есть получается, они примерно оба, и Генглез, и Миле, начали издавать два журнала независимо от двух подругов в 1796 году. Вот поэтому история гитары в России у меня записана, как начинается, с 18 века. Именно я получил очень много таких гневных писем от любителей семиструнной гитары, потому что они считали, что гитара в России началась только с семиструнного варианта. Это не так. Поэтому всех своих учеников учите именно в том плане, что все началось с пятиструнной, так называемой итальянской. То есть гитара с пятиструнными называлась итальянская. Очень легко на ней играть для нас, потому что строй тот же самый, и как бы можно спокойно все то же самое, как у нас, играть, и никаких особых там трудностей, что ли, не испытывая. Так, и теперь мы пришли к самому главному. Вот самое главное как раз у нас, в нашей истории гитары в России, это то, что долгое время существовало мнение, что семиструнную гитару изобрел Андрей Сихра. То есть все ссылаются на труды Стаховича, где он прям так и пишет, что Сихра что-то сидела, значит, там добавил одну струну, там что-то там, и там что-то там перестроил, настроил. Нет, конечно, это было не так, совсем не так. Дело в том, что, скорее всего, опять же, это тоже предположение, но оно очень похоже на правду. Эта гитара была известна до Сихры и вот до человека, который, сейчас я вам расскажу про него, Игнатий фон Гель. Вот именно первый гитарист семиструнник, который в России начал издавать, издавать ноты для семиструнной гитары. То есть он как бы тоже уже начал издавать в 1816 году, петербургский трубодух или, значит, там романсы. Он первые свои журналы издал для шестиструнной гитары и чем ввел в заблуждение многих исследователей гитары, потому что все посчитали, что это классическая гитара. На самом деле нет. Это такой был вид такой цитры, там на ней было шесть струн, но струны были сдвоенные, сдвоенные. Такое, как бы, получается почти мандолина. И вот, к сожалению, все посчитали, что самое главное в гитаре это количество струн. Ну, какая разница, какой строй, да? А все-таки, я думаю, будет правильно считать, что в гитаре самое главное строй, а не количество струн. Так вот, строй этой гитары, она называлась английская, то есть, запоминайте, итальянская, почти с нашим классическим строем, но пятиструнная, называлась итальянская гитара, да? На которой Игнатий фон Гельт издал свой первый журнал, называлась английская гитара, она была шестью струнами, но строй у нее был домисоль, домисоль, домисоль. То есть, получается, они, как бы, такие двойные струны. Это, как бы, инструмент, получается, Щепкова, естественно, но из семейства цистер. То есть, в 1816 году он впервые издал в Петербурге именно журнал лирического пения для именно этой гитары шестьструнной. А уже по-настоящему для семиструнной гитары у него вышел сборник в 1816 году. То есть, считается, что именно с Игнатия Гельта, Игнатия Гельта, именно и началась популяризация этой семиструнной гитары в России. И самая первая школа, которая появилась именно в России, была именно школа Игнатия Гельта. Она была издана на французском языке в 1798 году. И считается, что, ну, опять же, люди, которые в основном опираются на какие-то документы, факты, считается, что все-таки даже он, не только Сихра, а даже Игнатий Гельт не изобрел семиструнную гитару. То есть, просто этот строй где-то сам появился по, ну, что ли так, географически, скорее всего, считается, что в Восточной Европе, Польша, которая в то время была частью, естественно, Российской империи, да, может быть, там, Чехия, Чехия, причем, что интересно, все-таки Гельта, он был Чех, Чех, так что, может быть, где-то со своей родины он там все это привез. Ну, вот, именно документальное подтверждение имеется, что именно с Игнатия Гельта началось развитие семиструнной гитары в России. А сегодня про Сихру я расскажу, но уже, естественно, расскажу про Сихру с точки зрения, что не он изобрел семиструнную гитару, и пусть на меня не обижаются поклонники именно теории, что все началось с Сихры. Сихры. Первым был Гельт. Об этом забывать не нужно. Ну, и в той нашей первой серии, нашего сериала «Четыре века гитара в России» я закончил очень интересный личный... А, ну, естественно, давайте, как же мы про Игнатия Гельта рассказали, а я вам ничего не прицепил. Надо же почтить обязательно память этого великого человека, благодаря которому и мы с вами, как говорится, играем на гитарах. Ну, вот давайте я вам поставлю Ронда. Опять же, не уверен, что это Ронда его, может быть, Ронда чьё-то, его приложение, но, опять же, у него это не написано. Итак, Игнатий Гельт, Ронда. Музыкальная пауза, как говорят у нас, да, в передаче «Что, где, когда». Послушайте, пожалуйста. Кто первый прослушает, напишите мне, чтобы я знал, что можно идти дальше. Только не на ускоренной записи. А, Денис, вижу, вижу, слушайте. Слушаю. Ну, опять же, кто хочет более детально, что ли, ознакомиться с творчествами этих композиторов, можете на моей странице найти... Давайте я вам сейчас кину ссылку, чтобы вам проще было искать на мой сборник, который так и называется «Четыре века гитары в России». И там побольше есть ссылок и с музыкой Гельта, и с Афрамеевым музыкой, и с музыкой Ганглеза. Так что там потом, после вебинара, кому будет интересно погрузиться в эту тему более глубоко, можете послушать вот там. По-моему, и Гельта штук 10, ну, 9-то точно пьесов есть, и Жан-Батиста, и Миллион там поменьше, потому что у них меньше было пьес для соло-гитары. У них в основном была такая специфика. Да, Кристина, мне тоже это Рондо понравилось, но, опять же, не уверен, что это Гельт сам. Хотя, может быть, может быть, вполне возможно, вполне возможно, вполне возможно, вполне возможно, вот. Да-да-да, да, Денис Витович. Спасибо, Галина, да. Рондо правда хорошая. И, в принципе, оно легкое, вот, понимаете, я никогда не думаю, что начну этим заниматься, потому что, как бы, я больше сами, кто-то знает мою музыку, все-таки знает, что я немножко сторонник другой музыки, да, такой более веселый, такой джазовый, да, какой-то такой. Полу рок-н-ролльский такой, да, такой немножко хулиганский, я бы сказал. А вот меня эта тема заинтересовала, потому что я вырос в советское время, когда все сборники были просто забиты переложениями семиструнных гитаристов прошлых лет, да. Но они были такие какие-то сложные, неудобно играемые на шеструнной гитаре, что никакого желания, что ли, их разбирать не было. И вот когда я уже отработал в музыкальной школе 32 года на тот момент, да, я почему-то захотел вернуть вот эти имена, забытые, но без которых просто нельзя представить историю нашей гитары в России, да. Но я захотел их вернуть именно в программу детских музыкальных школ. Я поэтому вот, когда все эти архивы-то просматривал, проигрывал, я старался выбирать именно тот репертуар, которым можно играть детям. Потому что, естественно, у того же Гельда, у Сихры и прочих гитаристов, у них очень много сложных пьес, виртуозных, которые в музыкальной школе никогда не сыграют только единицы из ста, а может даже из тысячи. Вот поэтому я искал эти пьесы, которые можно было ввести в школьный репертуар, в детской музыкальной школе, чтобы эти имена остались именно навечно, именно в памяти наших детей. Гельд, Афрамеев, Миле, Ганглес, Сихра, Высоски, прочее, прочее, чтобы вот именно наши дети их поиграли. Итак, про Афрамеева Денис очень верно заметил, самая, пожалуй, трагическая судьба. То есть Алексей Максимович Афрамеев, он русский гитарист-композитор и педагог, и в основном, конечно, издатель. Сам, как я понимаю, он все-таки был в основном таким, ну, самолучкой, как гитаристом, да, но он очень любил это дело, просто, наверное, был фанатом, как никто, семиструнной гитары, и стал издавать ноты для семиструнной гитары. То есть вот он издал школу для семиструнной гитары Сырцева, потом в его издательстве было опубликовано аж 250 аранжировок для гитары тоже того же Сырцева. То есть он в основном ориентировался именно на любителей гитары. То есть тех людей, которые, естественно, там в музыкальной школе дорогое удовольствие было, да, и вопрос, были ли они, мне кажется, раньше только музыкальное образование было на основном частным образом, все ходили. Мадам такой-то, господину такому-то именно учиться, вот. А он стал издавать именно музыку для семиструнной гитары, которую могли играть купцы, приказчики, там, не знаю, там, какие-то рабочие, зажиточные крестьяне, наверное. То есть он очень большими тиражами издавал свои эти сборники. В 906 году ему такой наш известный тоже издатель, Русанов Валерьян, передал, значит, право на публикацию журнала «Гитарист». И Афрамеев назвал его «Музыка-гитариста», потом переименовал в аккорд «Вестник гитары, народных инструментов и общественной жизни». И до 2014 года эти журналы просуществовали. Тиражи были огромные, потому что, не знаю, как вот вы, но я даже не занимаюсь в то время еще темой вот этой семиструнной гитары, гитары в России, мне постоянно попадались эти сборники Афрамеева. Я почему-то так сразу заинтересовался им, потому что мне постоянно они попадались. Они были очень такие распространенные по всей России. И вот по легенде даже сам Владимир Ильич Ульянов, Ленин, в Сушинском, чтобы не скучать такой, со своей ссылки-то, он изучал азы игры на гитаре именно по сборникам самого Афрамеева. Вот не знал об этом Афрамеев, может быть, что-то другое бы тогда подкинул. Потому что в чем трагедия Афрамеева? Это был на самом деле фанатично преданный гитаре человек. Он был первым в России издателем, который платил гитаристам за изданные ноты в своем издательстве. Это была такая смелая попытка. В то время это как бы не практиковалось, считалось, что тебе за счастье быть публикованным. А он платил. Ну, в чем его такой был секрет успеха? Естественно, как вы сами понимаете, издавать ноты хоть тогда, хоть сейчас достаточно дело такое убыточное. Но Афрамеев был молодец. Он параллельно занимался изданием торгово-рекламной всевозможной продукции. Он издавал «Сибирский торговый посредник», «Ермак». Он издавал даже на политические темы газеты «Свободное слово». Я думаю все-таки, что Афрамеев, как и многие наши интеллигенты той поры, с восторгом приняли Великую Октябрьскую статистическую революцию. И, к сожалению, все были раздавлены этим красным колесом, который, как очень точно хотеловал Александр Александрович Солженицын. Афрамеев, к сожалению, постигла та же самая участь. Ведь за все эти годы, которые он проводил такую свою деятельность, у него накопилась огромная библиотека нот очень редких. То есть коллекция дорогостоящих гитар около 200 стук. Представляете себе? 200 гитар. Понятно, что человек был не бедный, скорее всего. И когда все это началось, естественно, все это было национализировано, типография была изъята, и все рукописи, все издания в период так называемого «бумажного голода» в 1919-1920 году были переработаны на бумагу. Наверное, чтобы печатать декреты, постановления, прочее, прочее. Афрамеев, естественно, гитары тоже, я так понимаю, может быть, даже на растопку ушли. И Афрамеев уехал в Томск сирой и боссой, потому что, к сожалению, это судьба всех русских интеллигентов, которые так восторженно все это восприняли, революцию. И, к сожалению, все закончили очень плохо. И он попал в качестве бухгалтера в одну из коммун, и, опять же, по одной из версий, из источников, которые рассказал его сын, то налицеповали, а даже всех этих бывших интеллигентов перековывали. Советская власть занималась перековкой, чтобы они почувствовали, что такое быть пролетарием. И на лесозаконтовках, то есть человек, который ни разу не занимался физическим трудом, был отправлен на повалку леса. Ну и, скорее всего, там надорвался и прочее. И в 20-м году в Томске он умер от перитонита. Перитонита, так скажем, да? И причем умер в полной нищете. В полной нищете изобрения. То есть вот такая трагическая судьба людей, которые так хотят, чтобы все преобразования, как в любой стране, происходили быстро, революционным путем. Потому что люди, которые приходят на этой волне, обещают, что вы будете жить лучше, но они при этом не говорят, что может кто-то и будет жить лучше, но вас уже, может быть, и не будет. То же самое все произошло именно с нашими интеллигентами. Те, кого не убили в 20-х годах, потом добивали в 37-х, 53-х и так далее. Вот такая трагическая судьба у Автамеева. Ну вот на этом мы закончим нашу краткое содержание, содержание первой серии нашего фильма. И опять же, чтобы почтить память этого бесспорно, бесспорно важного для развития гитары, для развития гитары человека, давайте я вам прицеплю какую-то пьеску. Ну, а Автамеева тоже самая история. Он очень, опять же, странно относился к капсовским правам, поэтому я там так и написал, что вроде как, да, допускают, что это музыка его, но вот вроде как и может быть не совсем его. То есть как-то раньше было так все достаточно не строго, не строго, не строго. Ну вот давайте вот с Сиренадой Баркаролой, я на нее как-то больше всего грешу, что она не его. Ну, я записал, как будто его, пускай. Итак, Алексей Автомеев, Сиренада Баркаролой. Послушайте, пусть ты мне напишешь, чтобы я знал, хорошо? Спасибо. Да, Денис, да. Ну, если бы он был, конечно, профессиональным композитором, то как бы можно было допустить, что это просто стилизация. Но все-таки он не был профессиональным композитором. И, конечно, все-таки, наверное, с большой долей вероятности он просто не указал автора. Ну, я просто, чтобы почтить память этого человека, я в сборнике все эти пьесы пометил его, но сделал большую сноску, что все это именно с большой натяжкой. Я так и написал, что, скажем, обработки русских народных песен не вызывает сомнений, что это, скорее всего, он. А вот да, что касается таких стилизаций, там, Сиренада, Баркаролла, например, там еще какие-то такие пьески, то да, да, то... Скорее всего, под вопросом. Ну, ничего страшного. Я это сразу оговорил, оговорил в ссылке. Оговорил в ссылке. Так что моя совесть в этом плане чиста. Ну, этот человек, на самом деле, достоин того, чтобы о нем помнили и не забывали, потому что это был, на самом деле, подвижник гитары. Он сделал ее популярной во всех, так скажем, как это называется, где там аристократы и не аристократы, разночинцы, во всех слоях общества, вот так скажем. Он сделал ее популярной во всех слоях общества. Так что решил я, пусть будет, пусть будет. Ну, а которые будут исследователи после меня, я думаю, они найдут реального автора и меня исправят. Я в то время, меня уже не будет, я не обижусь. Итак, дорогие друзья, а теперь, после того, когда я вам рассказал краткое содержание предыдущих серий, мы переходим к Сипилу, то есть к продолжению сериала «Четыре века гитара в России». И, конечно же, вот здесь, конечно же, мы начинаем эту нашу вторую серию с Андрея Осиповича Сихры, который родился в Вильнюсе в 1773 году, а умер уже в Санкт-Петербурге в 1850 году. Вот это тот человек, который, что ли, ну, его современники так и называли «патриархом семиструнной гитары». То есть, если, скажем, мы можем говорить о Гильде, как о человеке, который самый первый и начал как-то так, какую-то, как сейчас бы сказали, движуху, да, по пуляризации семиструнной гитары, издавая там школу, там, издавая ноты, то Сихо он сам сделал самое главное. Он оброс учениками. Он, получается, воспитал, воспитал огромное количество учеников. Вот у Гильда, кстати, ни одного, я не знаю, ученика, который, скажем, понес бы дальше это знамя семиструнной гитары. А вот у Сихры это было примерно 30 человек, и среди них, особенно те, кто, например, из вас хоть когда-то интересовался историей семиструнной гитары, я думаю, вот эти имена для вас многое что объяснят. Это был Морков, это был Саренко, это был Александров, и, естественно, одним из лучших учеников считался и Аксенов. Аксенов очень для нас важен, потому что он такой перекинул мостик к следующему гитаристу, про которого я расскажу после Сихры, который вот именно очень тоже важен для нашей, для развития гитары в России. Значит, он был чехом, получается, Гельд был чехом, и Кихра был чехом. Такое совпадение. Но в отличие от Гельда, Андрей Осипович уже был таким достаточно виртуозным арфистом. Он был арфист. У него отец был такой известный педагог, и он готовил его для карьеры арфиста. Он сихра есть, там даже какие-то афишки, по-моему, он уже играл стольные концерты, как артист виртуоз. Наши известные исследователи, не буду называть их фамилии, объясняют переход с арфы на гитару, ну, что ли, так скажем, коммерческими помыслами. То есть, понятно, что арфа большой, огромный, дорогой инструмент, его могли купить себе только, ну, всяко небогатые люди, наоборот, богатые люди. И якобы, значит, сихра прочувствовала всю эту такую ситуацию. Это, опять же, это такие, ну, что ли, немножко, такие какие-то легенды, так скажем. И понял, что только гитара может расширить его, что ли, так, рамки, и как исполнителя, и как педагога, поскольку гитары стоили недорого, и были такими демократическими инструментами, и вот он, как бы, поэтому перешел. Ну, я думаю, это, конечно, одна из легенд, лопыхатели, там, и кого-то еще. Я все-таки думаю, что у него все это было полюбиви. Он считается именно основателем русской гитарной школы, хотя, конечно, Гельд является первооткрывателем всего этого и всей этой штуки, но, как бы, Андрей Оськович все-таки является таким основателем, потому что школа без учеников не школа. У Гельда была школа, но не было учеников. У Сихрид, конечно, тоже в конце была школа, такая достаточно много критических тоже высказываний по ней было сделано. Но самое главное, он оставил у своих учеников. Это, я считаю, самое главное достижение. Он уже в 1802 году начал выпускать в Москве журнал для семиструнной гитары. Также он примерно в эти же годы издал свои экзерциции. Это очень такие известные, виртуозные, такие, будем сказать, как этюды, да? И теоретическую, практическую школу для семиструнной гитары и посвятил ее своему ученику Моркову. Моркову. Получается, музыкант, поскольку он был артистом, то, естественно, у него была такая склонность, что ли, к арпеджио. Он вот именно в основном был такой фанат именно такого арпеджио на гитаре, когда аккордоком, красивый, с абертонами там. То есть это его прошлое артиста, оно так просто, наверное, не ушло. И вот что мне больше всего понравилось, отмечают его современники, как раз, кстати, до сих пор эта проблема и среди нас, педагогов, очень актуальна. Да я и сам грешен в этом, чего греха таить. Дело в том, что Сихра, как никто другой, обращал внимание на аппликатуру правой руки. Вот когда я был молодым, очень молодым, и я впервые приехал на западный гитарный фестиваль международный, я вот там с одним педагогом познакомился, и он тогда, где-то были 90-х годов, для меня это было так, ну, тоже очень так, ну, странно. Мы все были помешаны на аппликатуре для левой руки там, потому что все пальцы расписаны там, все струны расписаны, а он говорил тогда еще мне на фестивале, что, Олег, вы знаешь, а ведь как-то неправильно мы идем. Мы в пианисты же играют двумя руками тоже, и они же расписывают подробно и работают на аппликатуре же и левой, и правой руки, а почему же гитаристы вот все там промешаны на левой руке, а сами, значит, на правую руку, как придется. И вот Сикров как раз благодаря тому, что он был архист, добивался от своих учеников вот именно большого внимания к аппликатуре правой руки. Это меня очень как это самое, очень как порадовало, порадовало. Ну, конечно, меня все равно это не убедило, и я, наверное, так же, наверное, как и вы все, все-таки в основном с учениками работаю на аппликатуре в левой руке, потому что, как ни крути, дай Бог с левой разобраться, а правой самое главное, чтобы два раза, два раза, чтобы одним пальцем мигаться, и я считаю, что это и уже будет хорошо, и уже будет хорошо. Значит, то еще хотелось бы отметить про Андрея Осиповича. Он был, естественно, очень виртуозным гитаристом, потому что, если, например, опять же, даже судить по одним вот этим его экзерсициям или другим его произведениям, то там просто, чтобы это все сыграть, нужно быть очень хорошим гитаристом, на самом деле, очень хорошим гитаристом. И он, я думаю, был этим гитаристом, потому что, опять же, очень много попадалось в него фиш с его концертами, прочим, прочим. И вот, что интересно, получается, что мы сейчас с вами узнали, что, значит, два эмигранта-француза были самые первые, кто издавал гитарные журналы в России, но у одного журнала просчитывал один год, а у другого, значит, два года. У Гельда там, по-моему, тоже журналчик годика три, по-моему, просчитывал, да? А вот у Андрея Осиповича, получается, значит, получается, ежемесячно выходил журнал в течение 12 лет. И в общей сложности было выпущено 144 выпуска журнала. Вы знаете, это надо еще посмотреть в истории, кто там у нас смог, кто смог 12 лет издавать гитарный журнал и выпустил 144 выпуска этого журнала. Так что, в этом плане, конечно, господин Сихра, это очень, очень такой интересный, исторический личный для развития гитары. Именно авсовских произведений его, авсовских, считается, что это только в двух редакциях, куда он носил, 75 произведений, а вообще его, так скажем, послужной композиторский список, ну, сюда мы включаем не только его авсовские пьесы, ютюбы там, из-за сысы, но и, естественно, русские песни и обработки, то это включает в себя тысячу пьес, представляете? Тысячу. Вот даже у меня всего 658, а вот у Андрея Осиповича тысячу. И вот понимаете, вот глядя на таких людей, понимаешь, что нужно к чему-то стремиться более высокому, чем останавливаться, водостивить. Так что вот, получается, изучать историю развития гитаря в России и современным гитаристам, гитаристам и композиторам очень-очень полезно. Сихра, конечно, еще и, как и тогда это было принято, очень много делал транскрипций и аранжировок музыки других композиторов, Штрауса, Вебера, Лайнера, очень много, очень много делал приложения Арии из опер, потому что, если, допустим, сейчас у нас все напевают, там, ну, напишем, там, молодой, по крайней мере, касается Бергерштейнов на Малибузову, да, то тогда, естественно, петербургское общество напевало Арии, затейливые Арии из опер, которые, там, давали, там, театрах, там, или на, какие-то, там, концерты, так прочее. Поэтому, Сихра, опять же, был в русле этого времени и очень много делал приложений Арии из опер. Единственная претензия, которая, как бы, вот у меня тоже, вот, как бы, к нему могла появиться, и некоторые, некоторые исследователи этом обратили внимание, он почему-то считал, считал допустимым изменять ноты в песнях, в ариях из опер на свое усмотрение. То есть, я считаю, что вот это, конечно, ни в коем случае делать композитор не имеет права. То есть, ты можешь в своих там вариациях или там импровизациях делать все, что хочешь, это полностью твое право. Но, так скажем, отправная точка, если, допустим, ты играешь, скажем, в вариации на тему там в опале березы стояло, то у тебя перед твоими вариациями тема в опале березы стояла должна быть просто выберена, проверена академически. То есть, чтобы вот именно ни одной ноты, ни одной ноты, ни той, русской народной песни не было. Каждая нотка была именно та. Ну вот, Андрей Осипович почему-то к этому относился немножко по-другому. Наверное, у него какие-то были свои резоны. Были свои резоны. Ну вот, именно что у него такое часто бывало, когда он спокойно там, типа, две нотки там менял, там, то русской народной песни, там, то там, какой-то арии, например. Ну, а может быть, кстати, может быть, просто он торопился. В принципе, даже, может быть, это не было никакого такого у него какого-то умыства такого или какой-то такой гордыни, что он считал, что такой-он гополь и березы будет лучше, если я вместо ля-си сделаю, например, сольфа. Я думаю, нет, может, просто ошибка переписчиков была. Я думаю, с этим все связано. С этим все связано. Современники, кстати, все отмечали очень-очень такие его хорошие человеческие качества. То есть, это достаточно редко бывает, когда известный музыкант оставляет о себе еще память как хороший человек, потому что музыкант тоже не такие все какие-то сложные люди, такие нервные, а вот именно об Андрея Осивовича почему-то все отзываются как именно добром, великодушном человеке и таким, ну что ли, комфортным в общении, неконфликтным. То есть, вот, если бы я был таким-таким пионером, то вот можно, например, побрать не только с Владимира Ильича Ленина, но вот еще с Андрея Осивовича. То есть, несмотря на свои тысячу пьес написанные с семи струнной гитарой, он все-таки был добрым, великодушным человеком и с ясным умом. С ясным умом. немножко трагизм его ситуации, знаете, в чем заключается? Сейчас я вам поставлю его пьесу. Скажу в том, что на его долю выпало расцвет семи струнной гитары и закат. То есть, как любое, как вы знаете, любое историческое событие в этой жизни, любое событие имеет какое-то свое начало, развитие, имеет какой-то свой апогей максимум, и, к сожалению, ничего не вечно подвунуло, к сожалению, закат. То есть, получается, что Андрей Осипович застал расцвет популярности семи струнной гитары и его закат. Я думаю, конечно, ему в конце уже своей жизни было достаточно обидно, потому что даже вот существует такой исторический факт, когда уже будучи ему таким пожилым человеком, да, пожилым человеком, он принес в одно издательство, где я раньше с удовольствием брал его ноты, он принес какое-то свое приложение, приложение глинки, может быть, даже из опера, я думаю, я думаю, скорее всего, из оперы. Из оперы для двух гитарей, для дуэтов оперы полностью жизнь засоряя и уклада передмена. Ну, это что-то вообще такое, конечно, и причем вот именно он пользовался указаниями Глинки, Глинки самого. И тогда вот сейчас специально прочитаю, чтобы вы поняли, насколько это трагично было ему слышать, то есть он заслуженный человек, прочее, прочее, он пришел в это издательство таким с огромным, так, понимаем, кипой этой рукописи, там, в которой с Глинкой они работали часами, сам и издатель ему бессердечно, так пишут современники, бессердечно отказал ему и возвращая рукописи сказал, это вы еще старое помните, теперь не те времена было-с, да прошло-с. Вот так, как, по сожалению, Андрей Иосифович встретил свою такую старость. Старость, ну, наверное, считаю, что он был мужественным человеком, наверное, он все-таки отнесся к этому философски, потому что, естественно, все в жизни меняется. Умер он в 1850 году, в 1850 году, вот, давайте я вам пока поставлю его пьеску, послушать, чтобы почтить память, а потом еще тут, у меня еще какие-то интересные фактики были из его жизни, пока музыка играет, я вам еще там. Ага, связь стала первого посуда, а у всех, да, получается. Денис, у вас как? Напишите, пожалуйста. Я вижу, Галина, перерывается, Тетерина Алексея, Оксана Полевкина, вот это Денис, как у вас? Аленка, как? Аленка, ну ладно, попробуем продолжать, попробуем продолжать, сейчас я попрошу, тут, наверное, у меня семейство, наверное, в интернете, может быть, в этом вся причина, сейчас я попрошу всех выйти из интернета, и, может быть, может быть, будет лучше, хотя, конечно, не уверен, что в этом дело, что в этом дело. Давайте, пока поставлю вам тексту тихо, да, может быть, и ВКонтакте, кстати, может, глючит, даже, может быть, и дело не в моем модеме, вроде как, не в проблеме было, может быть, даже и ВКонтакте запасного. Так, ну давайте, я вам сейчас поставлю, 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 так, ну вот, вариация, вариация на тему «Вы, Дульяна Реченька?» «Вы, Дульяна Реченька?» исполняет наша несравненная Анастасия Владимировна Бардина, как раз на семистромной виталии. Да, кстати, я посмотрю, у меня даже файл присправляет с такими запасаниями. Ну, ладно. А, Денис, вы думаете, что ВКонтакте кто слушает, слышит хорошо, Анастасия Владимировна Бардина, а в ВКонтакте... Да, да, кто-то в файл почему-то так долго, долго прикрепляется, может, правда, какие-то ВКонтакте идут. Давайте пока послушайте, а я сейчас быстренько освежу в памяти, тут еще были пара таких интересных моментов в его жизни Андрея Мусловича. Как прослушайте, пожалуйста, напишите мне, чтобы я знал. Анастасия Владимировна Бардина, такси, потому что с , и все с с а такси, и с а и Спасибо. 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 Есть такие основания, что он на каком-то периоде своей карьеры решил все-таки полностью себя посвятить своим ученикам. И вот глядя на то количество таких серьезных произведений, которые он посвящал своим ученикам, и Аксионам, и другим ученикам, исследователи считают, что развитие системы, как композитора и как педагога в основном было обусловлено наличием таких хороших учеников. Это тоже, в принципе, я считаю, имеет место быть, потому что, я думаю, вы все прекрасно знаете, что если тогда в вашем классе появляется очень хороший ученик, заряженный на занятия, в котором часами сидит за инструментом, выполняет все ваши желания, то вы как педагог как будто тоже просыпаетесь, потому что как бы немножко все-таки основной уровень класса гитары достаточно скромный, и педагог, погружаясь в эту скрозу, и сразу начинает как-то так по-новому работать и по-новому жить, как педагог, я думаю. Ну и вообще настроение улучшается. То есть одно дело, когда с таким слабеньким учеником урок у тебя прошел, а другое дело, когда на самом деле с тем, кому это надо по-настоящему. Вот я думаю, поэтому достаточно точное наблюдение, что, скорее всего, Стихра был таким педагогом, который мог свои какие-то собственные музыкантские интересы растворить в интересах своих учеников. И вот именно благодаря такой прияде его сильных учеников, он как педагог и как музыкант, как композитор, сам рос то же самое, тоже. Так что я считаю, что, наверное, наверное, да. Так, ну у нас остается что-то мало времени. Давайте все-таки я еще с одним вас познакомлю к тематам, мы потом спросим у Дениса, нашего организатора. Может быть, когда-нибудь мы сделаем четыре веки гитара в России три, потому что что-то я, опять же, как всегда, приготовил материалы больше, чем смогу вам рассказать. Могу вам рассказать. Ну, давайте раз, как мы пошли от Стихры, то, естественно, начнем с его самого талантливого ученика Аксенова. Аксенова. Очень интересная личность. То есть, родился он по разным сведениям, или в 784-м, или в 790-м, но умер в 853-м. Считался, да, и в то время, ну и думаю, и сейчас, наверное, он считался лучшим учеником психа. Лучшим учеником. Ну, вы знаете, что интересное? Я думаю, вы тоже с этой темой сталкивались. Дело в том, что, как я понимаю, опять же, это слишком глубоко погрузится. Основная, значит, у них, в чем он был не согласен с Андреем Осиповичем, это то, что Аксенов, ну, по плану самого Стихры, палк стыганщему несколько. То есть, поскольку Стихры был... Артист, да, как я понимаю, он совершенно не использовал вибраторную гитарю. А Аксенов, или попытался, по крайней мере, вести, такой певучий стиль, когда вот именно там очень много там вибраций, там, пропиваний, вот, легато такого, вибрато. И вот Андрей Осипович Стихры называл все это цыганщиной. Но был вынужден считаться со своим талантским учеником, потому что у него была хорошая техника и прочее, прочее. Вот. И вы знаете, что интересно? Ведь то же самое произошло и на моих глазах. То есть, когда я начинал заниматься классической гитарой в 1981 году, боже мой, как это давно уже было, да? То, естественно, за, что ли, маяк, да, за эталон мы брали и в Руссегове Амбриса нашего. А кого еще-то? То есть, во-первых, и в фирме Мелодия пластинки-то выпускала, конечно, другие гитаристы, но про Сеговию-то все читали, что Сеговия – это самый крутой. И поэтому, вот, если, например, вы возьмете записи англеса Сеговия, годов 70-х, 80-х, то вы увидите, что вот именно Сеговий в своей игре приближался к скрипичной игре. То есть, очень много легата, очень много вибрато, таких вот, что ли, фирмат, прочее, прочее. И долгое время, вот долгое время, это было считалось таким, ну, хорошим тоном. То есть, мы как бы все, и кто учился на гитаре, и кто уже научился, будем считать, и уже играл на концертах, они в чем-то копировали стиль Сеговия. То есть, как бы, считалось, что гитара – это такая скрипка, да? Потом, если я не ошибаюсь, все началось с Брима. Ну, хотя я могу ошибаться, мне кажется, когда не было интернета, мы только ориентировались на записи, мне кажется, Брим, не знаю, осознанно, неосознанно, ну, просто осознанно точно, а вот сформулировал ли он это, осознанность или нет, то есть, потом вдруг неожиданно мы услышали гитару фортепиано. То есть, именно как гитара звучала, как фортепиано, то есть, минимум вибрации, минимум скрипичной техники, вот именно такое мощное, такое полнозвучное фортепиано. И вот, скорее всего, вот здесь, между сихрой и аксеной, произошло то же самое, то есть, только здесь другая последовательность. То есть, у нас в Сегове скрипач, а, допустим, Брим, ну, опять же, чисто условно, чисто условно, Брим, пианист, да, а у них, наоборот, у них, значит, сихра был трофистом, ну, почти фортепиано, да, то есть, там, анарки, сами понимаете, там, где вибриджер, гриф это нет, и его ученик, который, может быть, у цыган, на самом деле, наступил все, может, еще стал применять, значит, вот эти все нехарактерные для сихри, для сихри приемов, да. Но я все-таки считаю, что где-то истина посередине, то есть, да, гитара в чем-то скрипка, и гитара в чем-то рояль. И вот эту степень этих двух инструментов решает только музыкант и собственный вкус. Потому что, например, вот сейчас слушать некоторые записи Сигови, ну, просто, допустим, современному уже, на тренированном уху, на кице, современный гитарист, ну, просто невозможно, потому что ты думаешь, ну, как так можно было играть, ну, это же как-то бескучно, что ли, как-то неоправданно. И вот получается вот, к сожалению, так. Но ни в коем случае нельзя при этом забывать, что это не было Сигови, то не было вообще ничего. не было вообще гитары классической в том виде, в котором мы ее имеем, не было без него. Поэтому вот такая штука. И самое-то главное, опять же, вот, что касается Аксенова, но здесь опять же нужно проверять очень точно. В то время его называли, что именно это он изобрел технику искусственных флажилетов. То есть, опять же, считают многие исследователи гитары в России, вот именно Аксенов изобрел игру искусственных флажилетов. Смотрите, вот тут надо просто, просто серьезное исследование провести, появлялись ли у классиков, у Каркаси, там, у Сора, там, и у других тех известных гитаристов искусственные флажилеты. Вот составляя две хрестоматии, уже сейчас вторую хрестоматию составляя, и переигрывая большое количество Сора, каркаси, там, Корули, я ни у кого искусственных флажилетов у них не видел. Поэтому, в принципе, утверждение, что этот способ игры изобрел Аксенов, ну, вполне может быть. Ну, опять же, с большими оговорками, потому что здесь все очень просто. Находится первая пьеса Аксенова с примененными искусственными флажилетами, смотрится год издания, какой-нибудь там библиотеки города Вероны находится, допустим, там, произведение, не знаю, там, условно говоря, там, какого-нибудь, там, итальянца малоизвестного, и там есть искусственные флажилеты, и потом сравнивается по датам издания этих двух сборных. Когда уже это получается документальное подтверждение. Пока, я думаю, таких исследований глубоких никто не делал, но поскольку мы с вами патриоты России, давайте будем считать, что все-таки искусственные флажилеты изобрел не какой-то там безвестный итальянец, а наш русский гитарист-семиструнник композитор Аксенов Семен Николаевич. Вот так мы их сделаем. А пускай они нас опровергнут. Ну, пускай попробует, пускай. А мы будем так считать. Будем так считать. Что интересно, являясь учеником, сихры. Создав свою школу игры на семиструнные гитары, все-таки за основу Аксенов взял не школу своего преподавателя, а он взял школу именно Гельда. Вот опять же, сильно глубоко я в эту не погружался в тему, но вот современники, опять же, сихры отмечали, что как бы школа, конечно, его не такая полновесно-методическая, так скажем, чем, скажем, вот школа Гельда, например. Опять же, я их обе видел, естественно, когда изучал все это, но... Будем так считать, что Аксенов сделал это не случайно. Потому что, если бы школа была более такая безупречная с точки зрения методики, то, наверное, он бы взял пол своего педагога, точнее, например, школу человека, которого он даже не знал. Но сам факт остается фактом, что за основу он взял для своей школы именно школу. Вот там как раз все это про флагелеты, искусственные там все у него там. Еще какие-то приемы интересные там у него были. То есть, в принципе, он такой был достаточно изобретательный гитарист. Изобретательный гитарист. В конце своей жизни... В конце своей жизни... Ну, наверное, конечно, не совсем уж... В конце своей жизни... Наверное, он, может быть, за лет 15-20 до своей смерти полностью отошел от гитары. Он, во-первых, тогда уже какой-то чин там имел хороший, чиновничный. То есть понятно, что на гитаре он занимался не ради денег, а ради именно удовольствия и именно бескорыстной любви. Так что на какой-то момент перед своей кончиной он почему-то устал от концертной деятельности, от педагогической деятельности. Ну, он также пошел по пути своего педагога Сихры и стал издавать новый журнал на семиструнной гитаре, посвященный любителям музыки. Также в основном в журнале помещались русские песни с вариацией. Вообще, нужно отметить, что Сихран, наверное, один из первых, потом уже подхватил Аксенов, разработал вот эту такую хорошо нам известную тему, как вариации на темы русских народных, ну, русских народных, там, украинских народных песен. То есть, вот для меня, например, поскольку я не очень люблю эту самую форму вариации на русские народные темы, я, например, мне больше нравится фантазия. Вот кто знаком, опять же, с моим творчеством, знает, что поскольку я люблю джаз, то я люблю отталкиваться от русской народной темы, как в джазе. То есть, как толчок для какого-то такого импровизационного, что ли, ну, импровизации. Вот поэтому, а вот такая классическая сложившаяся, это такая тенденция классической вариации. Сначала проводится тема, потом проводят старые самые темы, но с сарпеджио, там, сарпеджио, да, потом старые самые темы, там, в басах, потом, значит, старые самые темы, просто будет анализ, вот еще. Так вот, для меня это вот, ну, как-то скучновато, для меня. Но именно Сихра и Аксенов, они были как раз, были такими, наверное, на тот момент самыми первыми такими известными гитаристами, которые возвели вот именно вот этот жанр вариаций на русские и украинские народные песни, значит, вот какого-то такого, кто видел какой-то обработки, и, ну, если есть вариации на тему русских народных песни, то есть стихи или Аксенов, то понимаешь, что там, 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 то есть, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...